Добрый день, уважаемые зрители! Мы снова в эфире Прима-Медиа-Лайф программы «Бизнес 2.0». Мы рассказываем о молодых предпринимателях, членах клуба молодых предпринимателей Приморского края, об их бизнесе. Сегодня мы с вами говорим о маркетинге и о том, насколько маркетинг может быть дорогим, дешевым, эффективным, неэффективным. Помогать разбираться в этом вопросе будут мне помогать гости Денис Вордливец и Евгений Губарев. Коллеги, представьтесь, пожалуйста. Денис Вордливец, занимаюсь организацией шоу, компания Showtime. Кроме этого, занимаемся организацией мероприятий с рекламой различной, в том числе и маркетинговым продвижением различных компаний. Когда была создана компания? Компания сработает с 2007 года. Есть какие-то такие важные достижения, которыми бы хотелось поделиться? Ну, важные достижения, это, в принципе, наверное, те мероприятия, в которых мы участвовали наиболее крупно. Это в 2009-м поучаствовали в Монстрах Рока, в 2010-м занимались организацией бытового райдера на стадионе Динамо, что проходило в 105-летие города, в 2011-м занимались организацией дискотеки в 99-м цеху. Тогда это, в принципе, за долгое время был такой самый крупный, самый громкий концерт. Ну, кроме этого, делаем кино, снимаем тоже фильм-проект. А вот сможешь поподробнее про этот момент немножко? То есть я знаю, что ты снял... Да. Ну, снял режиссер Георгий Саенко. Да, что ты был один инициатор, правильно? Нет, 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 нет. Наоборот. Я присоединился, на самом деле, к проекту, когда он уже был запущен. Запущена, ну, правда, запущена его первая версия. То есть кино всего два у нас, на самом деле. Есть первая, которую никто не увидит, но все видели, но очень много видели этот трейлер, как раз таки вот по нему. Сначала был снят первый фильм, ребята занялись этим всем делом, то есть на любительских часах, начало просто делать как любительский фильм. Потом вот, когда я как раз присоединился к команде, было в скором времени, мы там тогда съездили в Москву получать премию «Капля» как раз по этому трейлеру, который был в свое время выпущен, и по невыпущенному фильму. И после того, как там пообщались с людьми, которые занимаются этим на кинорынке профессионально, приняли решение, что фильм надо переснимать, и с 2011 года, точнее с 2012 года, снова его сделали с нуля, но уже профессионально. Фильм называется «Проект Панацея». Вот тот вопрос, который я тебе каждый раз задаю, это фильм, снятый полностью в Владивостоке, правильно? Ну, по Приморью. В Приморье, да, полностью снят в Приморском крае, фильм ужасов. Ну, скажем так, мы его определяем в такой жанр триллер-драмы, скажем так. Триллер-драмы? Интересный жанр. Да. Почему все-таки фильм ужасов именно в Владивостоке? Ну, вообще, на самом деле, это наиболее простой все-таки жанр. То есть он гораздо проще, то есть учитывая, что все-таки профессиональных киноактеров у нас в Владивостоке нет, те, которые смогли бы полностью поддержать вот чисто вот такой вот жанровый комитет. Зато актеров, которые могут играть в зону, у нас, судя по всему, предостаточно. Да. А грим как раз-таки вот на различных ужастиках, он довольно-таки несложен. То есть им, в принципе, можно овладеть. Поэтому, скажем так, именно с точки зрения организационной, просто съемок, это было наиболее простым. Понятно. Ну, я надеюсь, что все-таки следующий фильм, это будет как минимум лирическая мелодрама или коллеги? Ну, на самом деле, уже два. Один из них почти готов сейчас в театре Тихоокеанского флота и постоянно ставится уровней с неизвестным спектаклем. По нему уже сделали сейчас вот фильм. Уже его, скорее всего, будем выпускать, в принципе, вместе с Панацеей одновременно. Он просто более простой с точки зрения организационной, и его удалось двойники быстро снять. И третий фильм, вот сейчас как раз-таки ребята постоянно занимаются съемками, это «Синдром Кайна», это «Боевик». То есть уже, на самом деле, уже сейчас три фильма. Есть надежда на то, что Владивосток прославится на широких форматах во всем, так сказать, на всей России. Ну, начнет, конечно, с фильма ужасов, но потом постепенно перейдем к боевикам и так далее. Спасибо, Денис. Евгений. Меня зовут Губарев Евгений. Я являюсь совладельцем группы компании «Таталика». Занимаемся тем, что помогаем людям найти себя, помогаем им сделать бизнес. Берем их в свою группу компаний, лучшим, обучаем. Что значит «помогаем людям найти себя»? Есть много людей, которые хотят заниматься бизнесом, но у них нет каких-то ресурсов, нет каких-то знаний, опытом. Мы делимся этим опытом и занимаемся с 2004 года. То есть вы берете людей с абсолютно любой идеи? Которые нам нравятся. А как определяется, нравится вам идея или нет? То есть есть какие-то конкретные показатели, да? То есть, я не знаю, обоснованность? Скорее, это личные какие-то… Ну, по общению с человеком понятно, то есть получится с этим человеком работать или нет. И сколько таких человек уже пришлось в вашу группу компаний? Приходило много, много уходило. Понятно. Потому что руководить могут, к сожалению, не все, то есть ментальность у людей у всех разная. Ага. То есть не как-то так. Человек приходит со своим бизнесом или развивает ваш? Пытались брать людей, которые должны были развивать наши какие-то направления, но не всегда угадывали людей. Поэтому стараемся воспитывать, помогать людям с их бизнесом. Ага. А в чем ваш бизнес? У нас есть несколько направлений, которые чисто наши. Это пейнтбол, кейтеринг и промышленный альбинизм. То есть это вот направление, которое тоже работает в нашей группе компании, которые чисто наши. Плюс, можно как выделить как отдельное направление, это персональный коучинг. То есть как раз таки обучаем людей, просто общаемся с людьми, понимаем их ментальность, помогаем. И профессиональный коучинг на платной основе? Ну, когда как. Отлично. Нет, просто вопрос такой, молодые предприниматели приходят к вам с идеей развить свой бизнес. Вы им помогаете. Они бизнес развивают и говорят, спасибо, вы классные парни, мы пошли. Бывает и так. А то есть и ваша роль в этом, ну то есть ваш смысл какой в этом в общем? Если так происходит, то никакого. Ага. То есть есть люди, которые изначально, то есть мы их берем в какие-то проекты, пытаемся взращивать, берем в соучредителей, в какие-то имеющиеся проекты. То есть люди взрослеют, люди меняются со временем и втягиваются в процессы. То есть бывает, что мы людям просто помогаем, у нас есть ряд дружественных компаний, которым мы просто общаемся и консультируем. Бывает, что делаем это за деньги, бывает, что делаем это без денег, в подружбе. Отлично. Ну то есть все те, у кого есть какая-то... А, и последний вопрос хотел спросить. Финансово как-то помогаете предпринимателям? Либо помогаете где-то найти финансы, либо как? Только в смежных. То есть какие-то совместные проекты мы готовы рассматривать. То есть в том числе и входить в финансы? В совместные проекты. Окей. Коллег, прежде чем перейдем к обсуждению непосредственно нашей сегодняшней темы, хотелось вот еще какой вопрос задать. Вы оба являетесь членами клуба молодых предпринимателей Приморского края. В двух словах можете сказать, что дает вам эта организация и почему вы, собственно говоря, являетесь членами? Евгений. Что дает... Так как мы занимаемся колчингом, дает перспективный поток людей, которым интересно развиваться. Ну и соответственно дает нам возможность самореализовываться и реализовываться в направлении обучения. То есть уже не только брать, а что-то отдавать. Ну, в принципе, на самом основном это живое общение все-таки с предпринимателями. После вашего фильма живое общение. Я к тому, что не всегда общение бывает живым. Ну, хорошо, а кроме общения есть что-то? Ну и привлечи, опять же, участие в некоторых мероприятиях, которые, в принципе, приносят еще и некоторых клиентов. Ага, отлично. То есть у вас такие корыстные цели. Это нормально. Бизнесмен, на мой взгляд, всегда должен преследовать и корыстные, и некорыстные цели. Потому что, если бы не было корыстных целей, наверное, не было бы и бизнеса как такового. Была бы одна сплошная благотворительность. А мы, собственно говоря, рассказываем про бизнес, поэтому ничего страшного в корыстных целях нет. Хорошо, тогда предлагаю перейти к обсуждению темы нашей сегодняшней встречи. Она звучит несколько провокационно. Маркетинг дорого, неэффективно. В классическом определении маркетинг – это определенный процесс, начиная от создания идеи товара до продвижения его до конкретного потребителя и доведения до этого потребителя. Это такое классическое обширное определение. На мой взгляд, далеко не всегда и неполно можно понять, что же это значит. Что вообще маркетинг в вашем понимании? На самом деле, определение, которое ты сказал, полностью отвечает как раз таки самому этому понятию. То есть, это и понять, чем ты, в принципе, собираешься заниматься, то есть, не просто вот, я хочу оказывать там сантехнические услуги, грубо говоря, а понимать вообще, в принципе, где ты находишься. То есть, выходя на рынок, понимать потребность вообще, в принципе, в твоей услуге людей, понимать, насколько им это нужно, понимать, кто твои конкуренты, если ты что-то продаешь, то понимать, кто твои поставщики, кто твои покупатели, кто твои дилеры. То есть, нужно понимать, все эти моменты, это не только, то есть, видишь, это в том числе, это, то есть, маркетинг это инструмент бизнеса. Ну, хорошо, маркетинг это инструмент бизнеса, но это же не весь бизнес. Это не весь бизнес, безусловно. Ну, а вот, в твоем-то впечатлении, маркетинг это весь бизнес, да? То есть, что это начинает работать? Не совсем весь, да. В какой момент начинается маркетинг, да? То есть, когда предпринимателю понять, вот это уже маркетинг, все. Это уже маркетинг, тогда, когда ты начинаешь, в принципе, изучать, чем ты собираешься заниматься. Вот это уже маркетинг. То есть вот в этот момент, когда ты собираешься заниматься бизнесом, то тебе нужно использовать уже инструменты маркетинга с этого ночного момента. То есть те самые даже живые продажи, это тоже инструмент маркетинга. То есть нужно понимать, что человек, который будет у тебя покупать товар, он будет иметь определенный образ, почему вообще ему нужен этот товар, либо твоя услуга. То есть у него будет уже создан определенный образ, либо если его не будет, он все равно его получит по итогу. И если ты не будешь заниматься на создании своего же образа, То есть путем и оказания услуги, как и путем рекламы, чтобы этот клиент к тебе пришел, уже имея некоторое представление и некоторые надежды на то, что он получит определенные вещи, он все равно уже сформирует свой образ. И если ты не будешь ему в этом помогать, то не всегда образ будет хорошим и сможешь сыграть против тебя в дальнейшем. Хорошо. Евгений, что такое маркетинг? Ну, по-моему, у меня к этому слову такой своеобразный подход. То есть он хорошо и плохо маркетинг. То есть для меня что такое маркетинг? То есть это рынок. То есть это когда мы что-то продаем и покупаем. Что такое маркетинг? Это рынкование. 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 Нам надо добавить в Википедию новое слово. Рынкование, да? Так точно. В чем смысл? То есть есть какие-то рынки, есть какие-то процессы, которые есть в принципе. То есть люди покупают хлеб, одни продают, а другие покупают. Появились ребята, которые говорят, что мы маркетологи, мы вот сейчас опишем все это. Мы сейчас вот разделим это все на сегменты, и вы будете нам за это платить деньги. И вот так описываются на сегменты, то есть кто-то любит хлеб черный, кто-то любит хлеб белый, кто-то любит хлеб мягкий, кто-то твердый. То есть маркетолог приходит и говорит, что будет классно продавать черный хлеб твердый. То есть двоякое отношение к маркетингу. То есть маркетинг это рынкование, и пока непонятно как бы для чего? Описание, сегментация рынка. А двоякое отношение в чем проявляется? Двоякое отношение проявляется в том, что если есть сложный рынок, который уже работает, который уже существует, то маркетинг как таковой не нужен. То есть если нужны продажи первого типа, когда человек приходит и говорит, дай мне это. Ты ему отдаешь, а он уходит, и он рад. Потом приходят маркетологи и начинают говорить, что вот, наверное, вот этим людям, судя по нашим исследованиям, понравится черный хлеб порезанный. Ну все, я понял. И начинается с создания потребностей, которая ранее у человека не существовала. В некотором смысле, да. То есть маркетинг, если я правильно понимаю, наших спикеров, это с одной стороны элемент бизнеса, без которого достаточно сложно и никуда не деться. С другой стороны, маркетинг имеет обратную функцию. Он создает продукт и потребность, которая раньше не существовала у людей, что еще людей больше загоняет в некое потребительское отношение к обществу, к ресурсам, ко всему остальному. И мы начинаем гоняться за некой условной выгодой, например, алюминиевый корпус, да, там, то есть… Ну если бы не было бы маркетинга, мы бы, наверное, ездили бы на… На лошадях. На лошадях. Наверное, в Жигуле это уже тоже программа маркетинга. Хорошо. Ну, смотри… Если вы говорите в историю лошади, кстати, сам за ней… Лошади тоже, да. То есть… Лошади тоже… Лошади тоже… Если люди примерно поняли, что это действительно, на самом деле, всадник этого все-таки круче, чем пехотинец, поэтому… Понятно. Тут маркетологи и там поработали. Смотрите, то есть вообще многие путают маркетинг и рекламу. Вот предприниматели, с которыми я общаюсь, для них маркетинг и реклама – это примерно одно и то же. Ну и тоже, да. Приходят там, вот маркетинг, да, мы рекламой не занимаемся, нам это не надо. Давайте попытаемся все-таки разобраться в этих понятиях, да, где маркетинг, а где реклама. С рекламой на самом деле все просто. Реклама – это объявление на заборе. И, исходя из этого, это объявление может быть не на заборе, а, например, на телевидении. Ну, то нам это просто объявление? Да, на телевидении, да. То есть на телевидении оно, естественно, не может выглядеть, как просто вот объявление, а ты же куплю квартиру, да. Почему? То есть оно… А научное объявление на заднем фоне какой-то такой нудноватый голос говорит там, то есть агентство недвижимости там ищем. Нет, ну здесь уже начинается просто вопрос эффективности даже того же самого этого объявления, и краски здесь уже вот начинаются немножко другие вещи. По эффективности я предлагаю сейчас пока немножко не дискуссировать, да, то есть мы об этом чуть дальше поговорим. Но вот все-таки вот маркетинг и реклама, да, то есть… Реклама – две инструменты маркетинга. Реклама – это один из инструментов маркетинга. Да, да. То есть маркетинга больше инструментов, чем только реклама? Конечно. Отлично. Евгений? Ну а я, конечно. Есть реклама. Так. Даем рекламу, все хорошо, все замечательно, приходят ребята и называют себя маркетологами и говорят, что вот, знаете, ваша реклама классно пойдет на автобусах. Вот это будет маркетинг, это вот ваша будет целевая аудитория. Евгений, правильно я понял, что из вашего, из твоего высказывания, да, то есть ты не столько не любишь маркетинг, сколько маркетологов? Нет, я считаю, что маркетинг как таковой, те элементы маркетинга, которые продвигаются, это необходимые элементы, в принципе, для структуры бизнеса. То есть не обязательно иметь отдельных маркетологов, которые практически ни за что никогда не отвечают и говорят, что вот, а мы видим. Просто, неправильное отношение к маркетологам. Маркетолог как человек это инструмент. То есть к маркетологу надо относиться как человек, который придет и что-то даст. Маркетологу надо относиться как инструменту, то есть к инструменту своей воли, то есть ты если у тебя уже есть за понимание, то есть маркетинг это целая стратегия, это управление. Смотри, я беру себе на работу человека, маркетолога. Мои ожидания от этого человека, то, что он будет проявлять некую инициативу и придет ко мне не с вопросом о том, как это сделать, а с каким-то готовым решением. Нет, он должен знать, как это сделать, но что именно сделать, должен решать ты. В этом вся разница. Евгений, твой план провалился на фразе «я ожидаю, что он будет проявлять инициативу», если пропало. Я понял, да. Бизнес можно закрывать. То есть нужно понимать, что чаще всего маркетолог – это теоретик. Маркетолог, который я говорю, как делать и что делать, и при этом маркетинг охватывает все сферы бизнеса, тогда получается, что маркетолог – это я и в принципе маркетолог мне не очень-то и нужен. Ты, безусловно, должен быть главой маркетинга своей компании. Если ты не являешься главой маркетинга своей компании, значит, ты не являешься кто-то другой. Если ты, соответственно, и будет… Главой компании? Нет. И главой. В принципе, скажем так, главой стратегии компании. То есть если не ты будешь строить бизнес, а бизнес будет строиться без тебя, и ты в определенный момент просто так поймешь, что что-то происходит не то, а ты уже остановить это и не можешь. По той причине, что если ты остановишь, ты просто разломаешь даже то, что есть, и то, что плохо работает. Потому что это будет работать опять же не в твоих интересах. То есть маркетинг нужен, но в очень ограниченных масштабах, да? Нет, маркетинг нужен наоборот, в наиболее широких масштабах просто ты должен самостоятельно управлять и понимать, в принципе, куда ты ведешь свой бизнес. И скорее из этого строить всю политику, в том числе рекламную, в том числе инструменты пиара. То есть опять же, не стоит путать две разные вещи. То есть то же самое пиар и то же самое рекламу. То, что у нас чаще всего одну кучу сваливают, хотя две вещи абсолютно разные. Если пиар действует, работает чисто над образом, то есть в стратегическом, то реклама это, как я и сказал, объявление, чисто тактический момент. То есть нужно разместить, я открыл спорткомплекс, грубо говоря, значит нужно там, где люди ходят, люди, которые занимаются спортом, нужно на их пути поставить какое-нибудь объявление. А вот нужно ли, Евгений, нужно ли на пути людей, которые пойдут поставить объявление о том, что у меня открытый спорткомплекс? Конечно нужно. То есть нужно. Маркетинг – это хорошо, а маркетолог – это хорошо. Я думаю, после этой передачи целая профессия будет подорвана просто на корню. Рынкопадатели? Нет, на самом деле нет задачи у нас никого, никоим образом там и заплачить. Мы говорим все-таки про предпринимателя и предпринимателя в большей степени молодого, который считает все свои ресурсы и не может их распылять на все. Правильно я понимаю, что если я являюсь главным маркетологом в своей фирме, то есть если я должен знать все стратегии, все тактики, по сути я должен быть главным третейским судье в процессе маркетинга, то, наверное, на первых этапах жизни компании, маркетолог или вообще люди, которые бы занимались у меня каким-то маркетингом в компании мне, наверное, не нужны. Все правильно? Нет, неправильно, объясню почему. Если ты будешь займешься просто чисто маркетингом, то есть чисто рекламными какими-то вещами, то на самом деле это у тебя будет обнимать уйму времени, которое ты можешь потратить на гораздо более полезные вещи. То есть как раз-таки то, о чем я говорил, маркетолог это инструментарий, это инструмент, это человек, который знает, как сделать. То есть твоя задача поставить задачу, его задача выполнить эту задачу. То есть я беру себе, например, продажника, потому что продажники они более приоритетны, то есть функция маркетолога. Ну почему бы и нет, в принципе, вполне можешь, тем более продажник будет заинтересован. То есть это зависит как раз таки уже чисто от человека, чисто от специалиста, который на самом деле продажник, наверное, даже более заинтересован, потому что он продает конкретно эту вещь. И если он действительно обладает некоторыми маркетинговыми знаниями, это будет для тебя очень большой плюс. Тогда мне надо человеку посвятить во все тонкости бизнеса, во все процессы, дать ему всю информацию, потому что как можно выбрать конкретный пример. Ко мне периодически в финансовый навигатор звонят различные люди и предлагают различные маркетинговые инструменты, в основном предлагают рекламу. Самое банальное, давайте мы вас разместим там, давайте мы вас разместим там, давайте мы вас разместим где угодно, вот вам счет, быстрее перечисляйте деньги. Я начинаю с людьми пытаться разговаривать. Не всегда, иногда не пытаюсь, но иногда пытаюсь. Я им говорю, смотрите, мой целевой сегмент это B2B, я работаю на рынке корпоративных клиентов. Лица, принимающие решения мои, вот такие. То есть я уже сам маркетологам даю определенную информацию. Говорю, найдите мне инструмент, который бы мне позволил кратчайшим способом довести информацию обо мне до этих лиц. После этого, в основном, все пропадают, счет отзывают обратно, говорят, ладно, мы еще подумаем. Ну, то есть вот качество маркетинга, как я его вижу, как потребитель. Ну, потому что, опять же, я не маркетолог, а продажник, причем довольно-таки неквалифицированный чаще всего. Чаще всего это происходит каким образом? То есть ребята, студенты, им нужно подработать где-то, а учитывая, что прийти, потом за трубочкой посидеть там пару-тройку часов после занятий. Как раз таки этим они и занимаются, поэтому все знают, что тебе такой человек может ответить на твой запрос. Вполне как раз таки логичный и правильный запрос. Поэтому здесь ничего удивительного как раз таки нет. То есть это вопрос не маркетинга, а низкого качества продажников, которые продают маркетинговые услуги. Именно так. А между прочим, продажи, это опять же очень важный инструмент. А может быть так, что, допустим, если у нас низкого качества продажники, которые продают маркетинг, значит, соответственно, у них низкого качества руководителя отделов, людей, которые продают маркетинговые услуги, соответственно, низкого качества маркетологи, которые продают услуги и низкого качества фирмы, которые продают маркетинговые услуги. Не согласен. Не совсем, да. Маркетинг все же, ну, хотелось бы вернуться, то есть, к истоку маркетинга это просто элемент позиционирования себя там в сегменте какого-то рынка то есть он нужен на уровне каких-то базовых знаний базовых элементов бизнеса то есть если у тебя в принципе провал то есть если ты инвестор у тебя там сколько тебе нужно вложить денег вот столько то есть если ты так мыслишь то тебе это нужны маркетологи ну тебе нужно вкладывать если есть четкое структурное понимание позиционирования себя в сегменте рынка то по сути там маркетологи тебе на первом этапе пока у тебя компания не разрослась до того момента когда ты сам не можешь контролировать некоторые этапы те маркетологи не нужны то есть тебе нужно обязательно то есть любому предпринимателю обязательно нужно для себя понимать четкие четкую структуру маркетинга бизнеса то есть это принципе слова которые там хлеб черный хлеб белый то есть это разные слова об одном и том же то есть нужно просто четко понимать структуру, как это все должно работать. Не стоит говорить, что там все маркетинговые компании плохие. Нет, нормальные ребята, которые знают свое дело, как вот заставить тебя продавать не только обычных хлеб, а еще порезанных в индивидуальный упаковок. Я понял, Евгений, в какой момент тебя обидели маркетологи, когда придумали порезанных хлеб. С одной стороны, согласен с этим, а с другой стороны, если я, то есть являюсь бизнесменом, обращаюсь в какую-то фирму, как я могу, ну даже, допустим, за одним из инструментов рекламы, как я могу вообще в принципе быть уверенным, ну хорошо, я не очень разбираюсь в рекламе, то есть я знаю свой товар, я знаю на каком рынке он работает, но я не знаю какой носитель рекламы на этот рынок воздействует. Я обращаюсь в фирму, ну например, твою, Денис. Говорю, Денис, вот так и так, сделай мне вот это. Ты говоришь, не вопрос, там, дай денег, нацать рублей, да, то есть и счастье наступает там через 10 дней. А как мне определить эффективность вообще рекламы? Ну смотри, здесь на самом деле все довольно-таки просто. Если ты находишься все-таки на рынке, да, и ты видишь в принципе, каким образом это люди на рынке, там твои же конкуренты, здесь я позиционирую. То есть ты уже не можешь в принципе не понимать какие инструменты рекламные они используют. Просто может быть не обращал на это внимание, не обращать на это внимание, да, но при этом, если к этому делу присмотреться, тут уже в принципе вполне видно, что вот люди конкретно вот здесь делают это, это, это и это. А если ты понимаешь, это придумал какой-то новый, да. Да, насколько это другой вопрос эффективно, да, то есть нужно понимать, насколько они вообще эффективно делают. То есть здесь, исходя, нужно как раз таки анализирует, наверное, даже немножко путь конкурента в этом плане, с одной стороны. С другой стороны, насколько вообще тебе понять, насколько это все дело эффективно. Опять же, то есть ты когда начинал, да, продавать свою там услугу, ты же понимал, кому ты ее будешь продавать. Исходя из этого, ты должен понимать, да, что человек, например, читает, чем увлекается. То есть исходя из этого, как раз таки, это должно быть направлено на потребности человека. Нет, а я знаю, я знаю, что он потребитель, но я не знаю, насколько эффективна реклама, то есть как я ее оценю? В принципе, настолько, насколько ты можешь понять, насколько она дойдет до этого. Ну, хорошо, я вложил 10 рублей, получил 3 звонка, да, там, например. Это эффективно? То есть, если бы я сделал просто 3 звонка, то есть, условно говоря, ну, смотрите, вопрос, нет, ну, если бы ты сделал, я сделала какие-то другие вещи. Я поясню просто вопрос. Я поясню просто вопрос. Вопрос заключается вот в чем. То есть, молодой предприниматель, когда начинает свой бизнес, он очень сильно ограничен в ресурсах. И любое вложение ресурсов в одно, да, это отвлечение ресурсов от чего-то другого. Да. Соответственно, если мы вкладываем деньги в рекламу, то надо понимать, что мы не вкладываем их, например, в товар. Да. Яркий пример, например, фирма ДНС. Кто там до, наверное, года до 2010 или 2011 вообще слышал где-нибудь или видел рекламу ДНС? Не, ну, наверное, пораньше все-таки где-то. Ну, до какого-то момента. У них основная была политика то, что надо деньги вкладывать в товар. Их, собственно говоря, магазины были лучше их рекламы. Ну, в том-то и дело. Поэтому о них и знали раньше. Но они не вкладывали рекламу. Они занимались чем? То есть, они занимались позиционированием места. Они занимались позиционированием места. Это правильно. И они делали как раз-таки раскрутку этого места. А как раз-таки, если тебе нужно раскрутить место, то лучше нет ничего, чем ивент-политика. То есть, создание мероприятий, создание событий на твоей площадке. Как только это происходит, люди на это начинают уже обращать внимание. На самом деле, я являюсь вообще ярким, ярым сторонником, именно позиционирование себя с помощью мероприятий. По той причине, что здесь, во-первых, тут же многие рекламные инструменты становятся значительно дешевле. За счетую даже бесплатно их можно либо по бартеру делать. Потому что рекламировать события гораздо проще. И дешевле, чем рекламируют какой-то товар. И к этому СМИ гораздо проще относятся. И делая события, ты просто раскручиваешь определенное место, в данном случае свою точку. Евгений, как оценить эффективность вложения в рекламу? Ну, ты меня поставил в тупик. Ты же предприниматель, надо уметь выходить из тупиков. Смотреть, наверное, есть рост, нет. То есть, ну, это очень такой сложный вопрос. Хорошо, допустим, рост есть. А как бы альтернативные пути, да? Если я бы вложил, например, во что-то другое, может быть, рост бы был больше? Это как раз-таки вопрос твоего понимания. То есть, где грань? Ну, я вложил. То есть, нужно использовать разные инструменты, на самом деле, зачастую экспериментировать. А денег нет? А денег только на один инструмент? Могу либо позвонить, либо вложить? Здесь нужно как раз-таки включать вантазию и понимать, насколько ты можешь бесплатно. Некоторые моменты, на самом деле, очень много в рекламе можно получить бесплатно. Было бы желание. Вот интересный момент. А как получить рекламу за бесплатно? Рекламу за бесплатно это нужно сделать так, чтобы это люди, которые размещают эту рекламу, то есть, реклама-носитель, грубо говоря. Было бы интересно, чтобы твоя реклама находилась там. Ну, то есть, например, стать Газпромом. Я не думаю, что, опять же, реклама вид баня носит, да, интересует то, что там на нем висит Газпром. Ну, скажем так, это не… Ну, это почетно. На моей цене висит сам Газпром, а на твоем кто висит? Я думаю, ты в этот момент попытаешься заработать как раз больше, я думаю, а не больше удовлетворен тем, что он просто будет висеть. А, то есть, для Газпрома ценник на два, да? Да, учитывая, что там не всегда считаются. Я понял. Там эффективность не считают. Понятно. Евгений, ты нашел выход из ТПК? На самом деле, как выбрать, то есть, вот ты спрашиваешь, там, есть ограниченный бюджет, и как выбрать, там, потратить деньги в рекламу или потратить деньги в продукт? Все зависит от многих факторов. Во-первых, зависит от того, на какой ты рынок пришел. То есть, иногда достаточно просто поставить лоток и сказать, вот он я, и к тебе все идут. Но это очень ограниченный рынок. Нет, смотря какой рынок и какой сегмент рынка ты хочешь занять. То есть, очень многие, то есть, что такое малый предприниматель? Это люди, которые, ну, зачастую, да? То есть, это люди, которые хотят зарабатывать деньги бизнесом для начала, хотя бы примерно такие же, как если бы они зарабатывали работая, но имея некую степень свободы. Для многих людей маленький сегмент рынка, маленький сегмент большого рынка, это уже вполне там приемлемо и достаточно. То есть, многие люди занимаются бизнесом как раз из расчета некой свободы, некого драйва, некого интереса. То есть, особенно молодые, то есть, у них в начале не всегда, там, даже бывает достаточно длительное время, у них, ну, прибыль от бизнеса, она весьма такая смешная. Потом у них бывают росты, там, бешеные, они там, ну, не понимают, как они раньше, там, ну, до многих вещей не додумывались. То есть, как понять, во что вложить деньги, нужно смотреть, то есть, нет универсального совета, то есть, реклама, ну, в любом случае, нужна. То есть, клиент должен тебя как-то узнать, в зависимости от того, что это за бизнес. Иногда достаточно просто прийти и с кем-то поговорить и предложить свои услуги, если это B2B. Иногда достаточно просто приехать и, там, дать объявление на форпосте, там. Ну, ведь прийти и поговорить с кем-то, это не реклама, как таковая, это продажа, то есть, это, ну, реально продажа. Я сделал холодный звонок, нашел клиента, пошел, рассказал, то есть, нет, не вопрос, это инструмент. Инструмент маркетинга уже, а не реклама просто. Есть многие компании. Это инструмент продвижения, согласен, это инструмент маркетинга, да, то есть, и, но это не вложение в рекламу. Я не трачу денег на рекламу. Что такое реклама? Что такое реклама? Я так понимаю, договорились о том, что реклама – это некое объявление, неважно где, неважно в какой форме. Ну, реклама, как таковая, то есть, это, ну, она на самом деле сейчас уходит, ну, в некотором смысле, на второй план. То есть, реклама, ну, в зависимости, опять же, от сегментов рынка. То есть, рекламы, там, билборды, ну, очень часто эта реклама не несет прямых каких-то эффектов. То есть, это очень часто такой имиджевый реклама, а деньги приходят с чуть-чуть других направлений. Далеко не всегда, то есть, билборды, как имиджевая реклама, на самом деле, вот, ну, я лично являюсь немножко противником, как таки вот такого, ну, как, точнее, под… на самом деле то объявление которое должно продавать то есть многие ну действительно многие компании используют их зачастую как амиджуху но мне лично для меня это не совсем понятно потому что это большинство денег на машине смотрю на билборды да то есть там даже иногда забывает название компании указать то есть как бы вот висит какое-то объявление вроде красивый слоган думаешь а кто для чего зачем здесь просто это большое объявление то есть там главное указан телефон и место где там грубо говоря это можно приобрести то есть там как раз таки вот используя здесь но здесь правда конечно полностью игнорируют там такой вещь как амиджуху здесь даже название своего не указывают или там если указывать то совсем мелко и поэтому люди да действительно зачастую то есть это как раз таки рассчитано на тех кто будет проезжать и человеку вот нужен например там конкретно там сотовый телефон до такой определенной марки и он видит его на билборде и узнает что вот там можно его купить все по этому телефону ну это так грубый пример вниз как раз таки вот поэтому это такие вещи чисто тактические то есть если ты привез партию телефонов и тебе нужно их продать то в принципе куча объявлений что большие яркие понятные и вся прибыль за продажи телефонов уходит на билбу ну если понимаешь в этом моменте у тебя нету к сожалению никаких продаж то есть поэтому ну максимум нам может уйти только на покрытие расходов которые ты до этого произвел ну то есть опять да возвращаясь к нашему названию оценить эффективность как я понимаю практически невозможно исходя из ваших слов почему возможно а какие есть инструменты оценки то есть если когда ты начинаешь использовать различные просто разные инструменты так это попробовал этот этот ты видишь эффект прямо вот именно прямой приходящий тактический эффект здесь грубо говоря для того объявления пришло там такое количество там звонков да причем именно ты даже оцениваешь то есть просто да там люди позвонили там грубо твои конкуренты проверить что там за чувак появился у меня должна быть система учета этих звонков правильно то есть у меня должна быть некая информационная программа которая уже как минимум позволяет мне эти звонки как-то разделять какую-то галочку ставить о том что этот звонок пришел там нафа мне в интернете это должен быть бизнес процесс конечно обязательно должна быть структура ты должен четко понять иначе ты не будешь то есть что такое позиционирование опять же то есть возвращаемся четкое понимание свое место сегмента то есть если ты пробуешь себя позиционировать должен четко понимать позиционируешься ли ты или не позиционируешься с этим вот с тем что ты несешь если ты позиционируешь себя с большими скидками там то ты должен для себя четко понимать несет ли тебе это плюс не несет выгодно ли тебе продавать большими скидками либо тебе может быть нужно меньше объема, но без этих скидок бешеных. То есть там очень много моментов, но учет должен быть обязательный. Учет в смысле не только учет финансовый, бухгалтерский, но учет и именно маркетинговый некий. А как настроить этот учет? Фиксирую вопрос. Просто фиксировать даже то же самое количество звонков, то же самое количество покупок, то же самое количество Это надо соответственно настраивать менеджеров на то, чтобы при каждом входящем звонке они задавали определенный алгоритм вопросов. Это тоже неплохо, но это как опросинг. На самом деле то, что просто увеличенное количество звонков после использования определенного инструмента уже дает понимать, что они не просто так появились, то есть они появились как раз таки вот с конкретного инструмента. Есть у компании недвижимости очень классный элемент фиксации вот эти вот объявления. И 10 телефонов, да? Нет, не 10 телефонов, Рита. Телефон такой-то там агент Рита, звонишь, а там ну совсем не Рита. Они такие вот элементы Рита работают, то есть такие же способы можно придумать. То есть заводишь другой телефон отдельный на какую-то адрес. Или отдельный электронный адрес. Заводишь отдельный электронный адрес, заводишь отдельную компанию, которая будет чуть-чуть по-другому называться. Вот, то есть не секрет, что многие компании продают один и тот же товар по разным ценам, то есть одна цена, даже тот же DNS, то есть одна компания продает одно, а другая компания там чуть-чуть дешевле продает. То есть один и тот же товар. То есть это некий элемент позиционирования, то есть кто-то позиционируется за качество, он этот же товар купит дороже, кто-то позиционируется по цене, то есть он бежит туда, где дешевле, это самый такой нелояльный клиент, он бежит, покупает телефон на 100 рублей дешевле, айфон за 30 тысяч рублей. Заметьте, что у нас, наверное, больше всего мы как раз упомянули компанию DNS, то есть, наверное, у них все-таки маркетинговая политика правильно поставлена, что мы все об этом знаем. Да, ну плюс надо учитывать, что просто спикеры из DNS были у нас на заседании клуба, поэтому мы знаем, как они устроены немножко изнутри, поэтому, соответственно, можем немножко о них говорить. Хорошо, то есть маркетинг – это не только система вложения в рекламу, как мы поняли, это вообще система продвижения товара в целом, начиная от идеи того, на каком рынке мы ее… вообще, что за товар, на каком рынке мы ее позиционируем и, собственно говоря, какие инструменты мы для этого используем. Единственное, Денис, с чем мы готов поспорить с твоим утверждением по поводу того, что надо пробовать разные вариации, ведь бывает так зачастую, что для того, чтобы маркетинговый инструмент начал как-то эффективно себя проявлять, то есть должно пройти какое-то определенное время. обычно это от двух месяцев и более… – Да, да. – Да, да. – Здесь, конечно, здесь людей к вам только и дают. – Пока вас все не узнают. – Да, здесь, да, здесь, если ты просто дал объявление там в газету «Дель Пресс», которая уже как через неделю, да, там, в мусорках только можно найти, то есть, ну, явно по ней те не позвонят, да, там через месяц. То есть, и большая часть, на самом деле, рекламных объявлений как раз-таки несет именно мгновенные идеи. – Краткострочные. – Да. – И за которые обрываются довольно-таки… – Мы уложили деньги, то есть, если через неделю отзыва нет, мы в «Дель Пресс» больше не… ну, в «Дель Пресс» понятно. – Ну, фактически, да. То есть, и то же самое со всем остальным, потому что все-таки у людей в медиаобществе, да, очень короткая память на все эти вещи, они вот, то есть, увидели, забыли, увидели, забыли. Что последнее увидели, то и первое вспомнили, когда им что-то. – Это важный момент. – Главное быть последним, я понял. – Да, да. – Не важно, кто был первым, главное важный момент, то есть, мы обсуждаем маркетинг, все-таки переходим больше к рекламе. – Ага. – То есть, ну, реклама – это даже там не единственный элемент маркетинга. – Согласен полностью. – Основное – это позиционирование. Вот опять же, вот то, что Денис сказал, что увидели рекламу, посмотрели, позвонили, забыли. То есть, если ты позиционируешься на рынке, то тебя как минимум не забывают. – Да, конечно. Здесь уже нужно использовать опять же те же самые пиарные инструменты, да? – Ну, даже не обязательно пиарные инструменты. Чем сильно позиционирование? То есть, позиционирование – это некая, некая мозговая аналогия у человека чего-то с чем-то. То есть, если ты позиционируешься там, как что-то другое, то тебя ассоциируют именно с этим. То есть, если у человека возникает вопрос, там, лампочка загорелась, она потекла. То есть, вот это вот и есть позиционирование. По большому счету. То есть, основной, самый важный элемент маркетинга – это именно позиционирование. Особенно это нужно для молодых бизнесменов. То есть, постоянно давать рекламу – это не всегда эффективно. – Вот я про то же. – То есть, лучше грамотно понять, кто ты на рынке, – что ты на рынке и куда ты на рынке. – Хорошо. – И зачем. – А что нужно для того, чтобы понять? Ну, то есть, я… – Сама проделась. – Смотрите, допустим, я молодой человек, который заканчивает ВУЗ или закончил ВУЗ, вот нахожусь на распуте. Идти работать куда-то там, в какую-то крупную корпорацию, как это сейчас модно и принято. Заниматься бизнесом или там еще чем-то другим. То есть, не бизнесом, не корпорацией, ну, что-то там. Получать какой-то опыт. И вот я думаю, да, дайте-ка я начну, наверное, там, производить вот эту вот жизненно важную вещь. То есть, вот ее никто, кроме меня, не делает. Вот я буду ее делать. Давайте так, вот с чего мне начать позиционировать? – Очень частый момент, очень частая ошибка. Если мне что-то нравится, я думаю, о, этой штуки нет. То есть, опять же, ну, действительно важный элемент маркетинга. То есть, о, этой штуки нет. Она такая четкая, она такая классная, я буду ее производить. А когда ты начинаешь анализировать… – Может быть, ты был единственным ее покупателем. – Да, ты анализируешь рынок, то есть, рынок этой штуки. Спрос маленький, спрос вполне понятный. Чтобы на нее выйти, цена выхода на рынок намного больше, чем маржиналка. То есть, чем прибыль, которую ты получаешь. То есть, тут надо грамотно просто анализировать рынок. То есть, что такое маркетинг? Это смотреть на рынок, анализировать его, просматривать все эти моменты. Не нужно платить во все маркетинговые агентства, чтобы они тебе нашли там классный четкий рынок. – Нет, ну, это же так бывает, да? То есть, люди придумывают какую-нибудь идею, далее приходят к маркетологу, говорят, вот у меня офигенно нужный товар, найди, кому его продавать. Есть продажа нескольких типов. Есть продажа первого типа. Это продажа, когда человеку надо, он идет и покупает. То есть, это, безусловная продажа, когда продавец выполняет роль физически, передал, деньги получил. Есть продажа второго типа, это когда человек, один человек – продавец подходит, ну, то есть, подходит, неважно, как это. То есть, он, в некотором смысле, уговаривает человека. Он собственно совершает продажу, он говорит, что тебе нужен зонтик, потому что завтра пойдет дождь. Тебе нужна ручка, потому что тебе нужно подписать документы. И есть продажа третьего типа — это создание потребности. То есть нужна не простая ручка, а ручка с бриллиантом, потому что... Ручка с бриллиантом, потому что. Ну, потому что просто она тебе нужна. Она, это отложено... То есть создание потребности, очень яркий пример, это компания Apple, она создала потребность. Крутилось в голове. То есть в зависимости от того, и каждый сегмент рынка, он имеет некую там долю, да, то есть ты должен четко понимать, куда ты идешь. Если ты там продаешь четкую штуку, но она вообще никому не нужна, кроме тебя и твоего друга. То ты должен продавать ее очень дорого. Себе, да, то есть первая ошибка, которую делают все, допустим, расскажу про сегмент пейнтбола. Первая ошибка, которую делают все клубы-новички, то есть пейнтбол у нас в городе достаточно давно, наше направление пейнтбола существует с 2004 года, каждый раз, когда приходит новый клуб, он всегда делает как можно дешевле цену. То есть не нужно пытаться конкурировать ценой. То есть конкуренция ценой – это самый путь такой, это путь крупных компаний. То есть крупные компании, имея большой оборот, они могут сделать цену дешевле и зарабатывать больше. То есть, ну, вышел ты на рынок, продал ты, продаешь ты дешевле, но тебе не выгодно. Те же самые, допустим, компании, которые, сайты, которые дают скидки, купоны. Классно. Поток клиентов. То есть если вы, ну, всем вот молодым предпринимателям рекомендую, то есть если вы даже с большой скидкой имеете прибыль, да, обращайтесь, там будет большой поток, но не думайте, что о вас узнают и пойдут к вам покупать без скидок. То есть люди, нужно четко понять, что люди, которые идут за ценой, они пойдут за ценой. Это не лояльный клиент. Это не лояльный клиент. Они не в компании идут, они идут. То есть можно ли сказать, что это ошибка позиционирования, позиционирование априори, да, на дешевую цену? Если ты крупная компания? Нет, ну, мы говорим про молодых предпринимателей. То есть это ошибка позиционирования. Только если ты не понимаешь, что ты можешь выдерживать этот маленький ценник постоянно, то есть и прошуя... Нет, ну, если ты изобрел какой-то ноу-хау, который позволяет тебе упасть по себестоимости, грубо говоря, там, в день раз. Зачем? Да. А? Зачем? Ну, там, в зависимости от... Ну, природа наделила тебя изобретательскими способностями, и ты сам себя не контролируешь, изобрел ноу-хау. Скорее, обделила тогда, если хочешь, дешевле все продавать. Обделила, наделила изобретательскими, но обделила предпринимательскими, да. Самая первая ошибка – это скидывать цену. То есть не нужно скидывать цену, и люди на цену вообще сейчас не смотрят. То есть сейчас такой век, когда люди смотрят на удобство. То есть все мы ходим по супермаркетам, кто-нибудь вообще сравнивает цену в супермаркетах? Сравнивай. Я сравниваю. Более того, с каждым днем это сравнение в шевер-башниках в шевер-башниках в шевер-башниках. Внимание, а здесь действует инструмент маркетологов. Люди, сравнивающие цену в супермаркетах, сравнивают ходовые и базовые товары. Хлеб, молочка и там еще ряд моментов. То есть вы все равно доплатите потом на других позициях, которые обычно у кассы стоят. У меня есть преимущество. Я знаю первичек базовых товаров. Сознательно сравниваю по тем, которые в базовые не входят. Сейчас люди пошли к тому, что люди не смотрят на цены в основном. Я думаю, эпоха, когда люди не смотрят на цены в основном. Нет, не закончилось. Есть компьютерная компания. Она вроде даже существует. Компания Silvio. Она была такая. Она себя чуть-чуть неправильно позиционировала. Цена там была очень дешевая. Но люди туда все равно в какой-то момент перестали идти. Хотя это был топовый такой. То есть один из топовых игроков на рынке Silvio, SK, потом DNS. То есть позиционировать себя только по цене, это глупо. Тебе все равно обойдут. Более крупные... То есть для малого бизнеса нужна высокая рентабельность. То есть ты вложил там миллион, там даже не миллион, там сто тысяч. Ты хочешь получить хотя бы там сто пятьдесят, чтобы окупить все свои расходы. Там десять тысяч заработать. А другой, крупная компания, она вложила пятьдесят миллионов. Ей нужно, ну, древентабельность достаточно маленькая. То есть нет смысла. Все равно по цене крупная обойдет все равно. То есть в любом случае. Позиционироваться по цене... Ну, это ясно ты про ТВА говоришь. Если про услуги, то диетра не всегда. По услуге то же самое. По услугам чаще всего как раз таки наоборот. Человек, то есть учитывая, что занимается эти услуги самостоятельно, он вполне может сделать и гораздо дешевле, чем другие профессионалы на этом рынке. По услугам сейчас время, ну, по нашим анализам, то есть сейчас время чуть-чуть тоже другое. То есть услуги дешевле, да, есть много где. Но люди больше идут на контакт на индивидуальные, почему важны персональные продажи, почему важны продажники грамотные, построение деловых отношений, потому что особенно вот там услуги ЭВОД, да, какие-то мероприятия. То есть трудно понять, что стоит там. Вот у меня есть миллион, а другой говорит, ну, вот есть миллион, я хочу провести там праздник за миллион рублей. И что ты первым делом ищешь? То есть ты же не ищешь ту компанию, которая сделает тебе там подешевле, потому что ты не понимаешь, что ты получишь. То есть ты ищешь надежного поставщика, которого тебе посоветуют друзья, которым ты почитаешь в интернете обязательно, то есть это сейчас очень важный элемент маркетинга. Ты, купив у него, советуешь всем остальным. То есть даже услуги, то есть они по цене. Нет, ну, смотри, то есть то, что ты сказал частично правильно, именно то, что действительно люди на это все дело смотрят, безусловно, крайне важный момент, если ты именно, если стоим по позиции, что ты пришел, и тебе нужно именно провести очень круто, качественно, и ты готов платить. Не обязательно качественно. На самом деле, конечно, на самом деле, если вот именно так, ну, как не обязательно качественно. Круто. Вот пример. На Дроме появился, не можем называть там торговые марки, то есть, мы уже назвали Apple, поэтому... На Дроме недавно появилась ветка, пара, не знаю, там доказательно-недоказательно, но пара якобы заявила, что они заказали кетеринг компании, компанию не буду назвать, даже не запомнил. Приехали ребята, опоздали, они приехали, то есть, они должны были накормить. Они приехали с грязной посудой, тогда, когда уже должно быть все готово, они только приехали. То есть, вот нормальная идея. Они же должны были накормить, они же не должны были качественно накормить. Остатками старелок, да. Вот в чем, то есть, опять же, непонятно, там, вроде бы, были люди, которые считают, что им просто не понравилось, и поэтому они захотели слить эту компанию, то есть, ну, якобы... А может, конкуренты? Может быть, конкуренты, то есть, я о чем говорю, то есть, ну, важно именно, то есть, не обязательно супер круто, хотя бы, то есть, не то, чтобы хотя бы, а нужно, чтобы это было точно, вот, в том качестве, который ты ожидаешь. То есть, дело не в том, что там лучше. Ну, это опять-таки, мы возвращаемся к позиционированию, правильно? Я понимаю, что разная цена должна предполагать разное качество обслуживания. Не совсем. И если мы говорим про более низкую цену, мы должны говорить про меньше сервис. Не совсем. Ну, если мы говорим про молодого предпринимателя, да, то есть, мы должны понимать о том, что... То есть, мы говорили о том, что конкурировать по цене – это бессмысленно, да, там, то есть, если вы не изобрели какой-то ноу-хау, соответственно, конкурировать надо с сервисом, да, то есть, а за сервис вы вполне можете брать какую-то другую цену. Правильно. То есть, предлагают другую услугу, нежели то, что предложено на рынке. но это некий но это некий долгий путь теперь смотри на самом деле что происходит вообще в принципе не только у нас но и вообще принципе по россии более широкой и в принципе во всем мире на рынке услуг на самом деле демпинговый инструмент в услугах никто никогда не отменял особенно для малого бизнеса в услугах то есть его 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 используете ранения цены ранения цены ниже себестоимости нет нет допустим на 20 процентов это уже считается демпингом то есть отформированы рыночные цены среднерыночные если ты просто выходит даже на вообще демпинг это продажа ниже себестоимости ну хорошо классическое определение давай заменим демпинг большими скидками это не так так скажем демпинг это все таки просто стоит упасть скажем так не жить даже немного ниже себестоимости а в принципе стоимости твоего конкурента это уже в принципе подпадает даже контакт по закупу антимонопольному законодательству можно уже даже налипнуть за счет этого есть такие вещи даже у нас Wrld монофilt в законодательстве который глотит что это не только может быть ниже себестоимостью опять же то есть вопрос себестоимости он всегда разныйов всех то есть ты можешь оказывать кампании с большим количеством специалистов которым ты плазил зарплату и прочие другие вещи точке од estimate там садежка офис и человек может оказывать ту же самую услугу что ты но самостоятельно живя дома там просто зная чем до этого там быв специалистом там 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 да зная как это все сделать может сделать фактически бесплатно то есть себестоимость у него будет вот ровно ноль в этот момент и он может эту услугу оказывать довольно таки дешево и спокойненько за счет этого там как раз кормиться если у него стоит такая задача то есть это конечно не самый умный путь да если но если человека стоит задача вот просто ну обеспечить себя работой и на самом деле это чаще всего происходит на рынке на то же самое форпосте зайти можно вполне увидеть что реально вот я сам оправданных элементе вижу что очень многие направлены на то чтобы сейчас просто сбавить по максимуму ценник набрать все конкурентов там 24 часа в сутки не продыхая работать иметь за это там две копейки но они вот этим занимаются там если есть там например это то же самое там сейчас точно в питере например такая штука да агентом как же они называются в общем они так они у них прям название звучит что они агентство демпинговых праздничных услуг то есть самых дешевых то есть там роняют до самого фроса максимума и за счет этого как раз таки и пытаются жить трешевых услуг коллеги смотрите то есть это вот важный вопрос да то есть тут по поводу цены мы начали говорить вообще надо понимать что в моем понимании по крайней мере рано или поздно российский рынок придет к цивилизованному формату то есть цивилизованным я надеюсь что это произойдет раньше вот цивилизованным все-таки формат он определён там большей степени европейскими странами если мы не быть не говорим про там какие-то инновационные прорывные продукты да то есть и связан он в большей степени с ограничением именно накруток торговых и со снижением стоимости услуг то есть это опять-таки позиционирование по поводу того что сейчас появляется много очень молодых предпринимателей которые вот правильно грядине да то есть они могут делать те же самые услуги те же есть грубо говоря старые предприниматели там ну или которые занимаются бизнесом с 90-х годов они привыкли к определенному уровню жизни у них определенные расходы и они не могут от этих расходов так просто отказаться то есть для них рентабельность бизнеса ниже там например 20-30 процентов это равносильно тому чтобы бизнесом не заниматься потому что они не смогут позволить себе те текущие вещи которые они сейчас позволяют курсовой ну к примеру да там то есть либо поездки куда-то либо счете при этом есть подрастающее поколение которое обладая там умом обладая знанием компьютерных технологий да то есть способны снижать стоимость этих услуг ну скажем там процентов на 20 на 30 да то есть это полностью убивает рентабельность там действующих производств многих или не производства некоторых агентств и так далее но при этом позволяет этим людям действительно у них низкая маржинальность они получают 5-7 процентов годового дохода там с точки зрения оборотов но этого хватает им для того чтобы существовать действительно наверное здесь нет какой-то речи о том чтобы этот бизнес развивался и это больше такой бизнес ремесленника то есть да то есть это вот такой бизнес пока это пока я в нем кручусь и он соответственно вращается основной сегмент если человек не поздно приходит к тому понимание что нужно считать все понимание личные ошибки молодых предпринимателей они вообще не считают рентабельности свое личное время согласен то есть если бы они у сестреблись как нужно считать то есть компания приносит сто тысяч в месяц да я этому рождал этого не развал этом не родно это же мне опять 1000 осталось даeles кисло чисто и прибыль то есть всем зарплаты развал компании приносят сто тысяч месяца пересна твой рабочий день стоит определенных денег то есть и вот именно так нужно оценивайтесь когда ты так начинаешь оценивать и понимаешь что ты не можешь жить с маленькой ретабельности с маленькой ретабельности могут жить только крупные компании у которых бешеные обороты потому что для того чтобы жить там с ретабельностью 30 процентов тебе нужно иметь оборот уже совсем не маленького бизнеса ремесленники да то есть это сейчас отчасти путь такой то есть те кто ремесленники те кто сами делают они могут себе позволить там делать чуть-чуть дешевле но это глуповато как определить глуповато это или нет это их способ выживания то есть на мой взгляд это лучше чем вставать на биржу труда и получать пособие по безработице я согласен но есть разные способы то есть что такое рынок это когда человек знает где купить то есть наша задача чтобы покупатель о нас узнал если ты хочешь чтобы тебе узнали ценой ты можешь долго 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 этот имидж делать там пять лет а потом в раз все потерять когда приходит крупная компания допустим как евросеть забивала все мелкие розичные точки продажи телефонов евросеть продавала многие позиции ниже себестоимости демпинговала она приходила в город и все мелкие бизнесы умирали да но при этом она не была убыточной она не была убыточной там цель у компании была чуть-чуть другая то есть ну там неважно то есть она выдавливала из рынка потом эти позиции потихонечку 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 также все время китайцы поступили с приморскими рисоводами все правильно то есть они просто обрушили цены на рис там точно так же в это время умерло все производство риса в приморском крае после чего китайцы подняли спокойно цены там не почему еще три в четыре раза производства риса и сейчас она начинает восстанавливаться потому что ценник поднял ну и в основном восстанавливают его китайцы опять таки хорошо коллеги резюмируем значит все таки для молодого начинающего предпринимателя в маркетинге и в рекламе приоритетно первое это позиционирование вот это понимание того на каком рынке куда как и где и в принципе это позиционирование делается бесплатно самим предпринимателям как бы и никто кроме него это сделать не может фактически да потому что он указывает услугу автоматически создает образ у клиента вот это и есть позиционируем то есть на самом деле я даже не люблю это слово позиционируем скажем так люблю простое слово образ вот есть образ которым ты находишь каким образом тебя представляют клиенты как потенциальные так и твои именно личные то есть оказал услугу сделал ты хорошо плохо там если сделал там например хорошо но с умолем лицом это опять же не всегда хорошо этим может дальнейшим выйти с точки зрения образа и то есть создавая таким образом себя как образ на рынке вот исходя из этого образа или из этого позиционирования мы выстраиваем свою маркетинговую стратегию свою рекламную стратегию ну и вообще в принципе собственно говоря свой бизнес на конкретном рынке для конкретного покупателя с конкретным товаром и надо всегда понимать о том что для разных рынков и для разных покупателей абсолютно разные маркетинговые стратегии и абсолютно разные инструменты рекламы надо использовать то есть я как бы режимировал вашу мысль я надеюсь достаточно точно да последний вопрос который хотел бы с вами обсудить как разобраться молодому предпринимателю на что тратить деньги а на что не тратить молодому предпринимателю нужно просто сначала прежде чем стать предпринимателем нужно научиться структурно думать как понять как разобраться куда тратить а куда не тратить а вот как сначала надо научиться думать нужно четко понять что где ты что ты и зачем то есть есть причина следственной связи если ты что-то делаешь какое-то действие этого действия есть какой-то результат ну то есть и ты сравниваешь результат этих действий ну которые ты гипотетически сделаешь с той целью куда ты идешь очень многие люди хотят дойти туда куда никогда не дойдут потому что если они все время считают тут не получится то есть прежде чем что-то делать нужно просто подумать то есть обязательно нужно развиваться обязательно деньги нужно возвращать в развитии собственно как предпринимать и компании образовут то есть образование обязательно потому что сейчас нельзя останавливаться в принципе потому что все очень быстро-быстро-быстро-быстро, как Алиса в стране чудес. Чтобы стоять на месте, надо быстро бежать. Надо бежать в два раза быстрее. Надо сначала думать, понимать. Если ты хочешь быстро срубить бабки и все их потратить, ты можешь купить себе Лексус с первых денег. А можешь взять кредит в банк и купить себе Лексус. Определенная модель поведения. Я знаю даже нескольких таких предпринимателей, которые пошли именно по этому пути. Денис, как разобраться? Как разобраться? Сначала молодому предпринимателю лучше всего не тратить денег. Это самая главная проблема, что я сразу хочу зайти на рынок. У меня такое своеобразное понимание. Он в голове все равно. У человека есть. Она хорошая, плохая, она неверная. Как можно не тратить денег? Другой вопрос. Сначала не тратить денег. Сначала тратить и стараться делать без денег. Понятное дело, что не везде всегда получится, но чаще всего очень много. И это можно. Можно опять же не покупать свой товар, чтобы кому-нибудь продать, а взять чей-то товар, договориться и продать его сначала вот так. Потом уже смотреть, исходя из этого, полученный опыт уже потихоньку на себя принимать и исходя из этого смотреть и думать, как ты будешь действовать дальше. То есть сначала нужно войти в реальность. Не просто в голове сильно фантазировать, что я войду, у меня вот будет так, я сделаю вот это и получу столько. Ну, потому что чаще всего никакого отношения к реальности это не имеет. Поэтому лучше всего сначала все-таки подходить с реальностью, а потом уже заниматься чем хочешь в этой реальности. и вообще понять, хочешь ты ли чем заниматься, просто бы занимался продажами даже там чужих вещей. Хорошо. Спасибо вам за обстоятельную беседу. Последний блиц, как традиционная форма окончания нашей передачи. Пять коротких вопросов, на которые нужно ответить двумя-тремя словами. Назовите три качества, которыми должен обладать предприниматель. Настойчивость, разумность, ну и, пожалуй, на самом деле даже два. Настойчивость, разумность, воля и разумность. Самоорганизация, самообразование и аналитический склад. Отлично. Предпринимателям быть сложно? Ну, скажем так, это сложно, когда ты начинаешь. Когда ты уже прошел довольно-таки большой путь и знаешь, чем ты занимаешь, это гораздо легче, чем быть там наемным работником, даже если ты не имеешь там каких-то сверхприбыли все равно. Это даже проще даже с точки зрения самозанятости. Предприятелям быть весело. Но сложно? Сложно-весело или что такое сложно? Сложно, это сложно. То есть бывает слово, это интересно или не интересно. Объективно предпринимателям быть сложнее, чем быть хорошим наемным работником. Отлично. Но смотря что ты вкладываешь это понятие. А с чего начинался ваш бизнес? Двумя словами. У меня появились деньги на то, чтобы открыть… Двумя словами. С денег. С денег? С денег. С маленькой-маленькой суммой денег. С идеей. С идеей. Отлично. Если бы выбор стать бизнесменом или не становиться, уйти в наемные рабочие, стал перед вами сегодня. Какое бы решение вы приняли? Естественно, оставаться бизнесменом. Поддержим. И последний вопрос. Сформулируйте в трех словах ваш лозунг на путствие тем, кто хочет стать предпринимателем. Опять же, бизнес – это свобода. Свобода и некий драйв. То есть, если человека пугают какие-то риски, то не надо бизнесом заниматься. Это факт. Свобода и драйв. С вами был Евгений Шкарупа, компания «Финансовый навигатор». Наша программа «Бизнес 2.0» выходит по средам в 15.30 на Prima Media Live. Спасибо. Ждем вас на следующей нашей встрече. Субтитры создавал DimaTorzok